Всем привет! С вами снова Ирина из Франции, для тех, кто не знает. И сегодня я хочу вам показать и рассказать, как мы проводим время в условиях нашего карантина во Франции. Сейчас у нас каникулы, детские каникулы, и на следующей неделе, в понедельник, дети уже пойдут в школу. Но дети младших классов, остальные дети будут продолжать учиться дистанционно. И, что касается передвижения, мы должны оставаться в радиусе 10 километров от нашего дома. Мы живем в той зоне, где расположено очень много лесов, и в том числе лес Фонтемло, самый знаменитый лес во Франции, о котором я уже рассказывала в одном из моих видео. И стараемся выбираться на такие прогулки. Здесь, посмотрите, мы выбрались в лес. Это охраняемая зона. Охраняемая. То есть здесь нельзя проводить охоту, стрелять птиц. Вот это домик, где можно наблюдать птиц из окошка. Но мы ничего так и не увидели, ни одной птицы. Кстати, уже не первый раз мы сюда приходим и особо-то ничего такого не наблюдаем. Хотя это зона для наблюдения, чтобы посмотреть каких-нибудь птиц. Вот, кстати, вы можете видеть плакаты, на которых изображены птицы, которых можно здесь встретить. Но, если честно, наш дом, мы живем тоже возле воды, возле реки, и каждый день мы видим намного больше птиц, чем, допустим, сюда приходим, в этот домик. Ну, какой раз мы уже, наверное, третий сюда пришли и пока никого не видели. Ну, так вот, рядом с нашим домом мы видим намного больше птиц и животных, чем в этой наблюдаемой зоне охраняемой. Но, тем не менее, все, что изображено на этих вывесках, можно встретить в этом лесу. Погода у нас восстанавливается, у нас становится все более и более тепло. Сегодня, наверное, 18 градусов. И всю неделю обещают до 18, 19, 20, где-то примерно вот такая температура. И поэтому периодически мы стараемся прогуляться. Но поскольку вокруг нас постоянно, вокруг нас находятся только леса. Фонтемло, кстати, город от нашей, от нашего маленького городка, от нашей деревни, можно так сказать, Веляш. Фонтемло от нас 10 километров. То есть Фонтемло мы тоже выбираемся, но постоянно ходить по городу Фонтемло иногда скучновато. И, в принципе, когда тем более все закрыто, мало народу, уже становится не так интересно. Ну, вот пока снимаю то, что могу, пока мы закрыты, пока мы находимся все еще на карантине. И пока вам показываю все, что могу и как мы проводим время. Вот такой у нас лес с речкой. Речка называется Луан, которая протекает мимо нас и потом попадает в сену. Вообще здесь очень много красивых мест, которые можно посетить. И все парижане, особенно летом, практически на выходные приезжают в лес Фонтемло, чтобы прогуляться и провести время. На следующий день у нас была конная прогулка. На самом деле в нашем регионе находится вот такой конный вид спорта, конный клуб, где дети могут проходить стаж на лошадях. И для маленьких ты можешь также зарезервировать маленькую пони, на которой ты можешь прокатиться. То есть они тебе ее дают, и ты с ней прогуливаешься в лесу. То есть ты сам ее ведешь за веревочку, один из родителей, и ребенок сидит, катается. Это наш первый выход с пони. Решили попробовать, потому что этот конный клуб находится в пяти минутах везде от нашего дома, очень далеко, в принципе, рядом с нами. Вот нам дали пони, который зовут Раста. И молодая девушка объясняет, как нужно держать пони. На самом деле было очень сложно, потому что, как она объяснила, они все время хотят есть и постоянно жуют траву. Останавливаются и жуют, но сейчас вы увидите. И удержать ее очень сложно, чтобы она шла вперед, потому что постоянно ее нужно толкать. Здесь она объясняет, что нужно тянуть, чтобы она остановилась, нужно потянуть на себя. И чтобы она не ела траву, нужно постоянно очень крепко держать. Ну, крепко держать, чтобы ее крепко удержать, тут действительно нужна сноровка. Ну, поскольку, вот, посмотрите, пожалуйста, началось. Ну, поскольку это наш первый выход, было вначале нелегко, но потом нам удалось, моему мужу удалось все-таки ее удержать. Здесь уже ребенок мой слез, потому что, ну, нереально, нереально оставаться на лошади, когда она постоянно останавливается и начинает жевать траву, то слева, то справа. И немножко сложновато ее вести. Здесь нужна практика. Но потом, к счастью, нам встретилась женщина на лошади, которая объяснила, как нужно правильно держать. Именно не за поводок, а вот именно за уздечку, которая находится возле ее, возле ушей. И тогда у нас получилось, и мы смогли, да, наконец-таки прогуляться спокойно на лошади. Вот это просто нереально, нереально, чтобы ребенок на ней сидел, потому что она постоянно двигается туда-сюда, туда-сюда, постоянно хочет есть. И, как нам объяснили, они все время хотят есть, они все время что-то жуют. Но вот им нужна такая дрессировка. Ну, здесь мы пока познакомились, погладили лошадку. Просто такое общение с животными. Общение с животными, мне кажется, это тоже хорошо для детей. Ну, вот у нас как раз-таки получилось. Фео сел на лошадь. И мой муж правильно взял, именно правильно, как нужно было, потому что молодая девушка нам не совсем так объяснила. Правильно взял за уздечку, и тогда она у нас шла спокойно. И мы дошли до конюшни, где нужно было отдать эту лошадь. Такая прогулка стоит 10 евро. Нужно просто обойти, ну, в принципе, на прогулке, ну, наверное, занимает минут 15-20. Ну, 20 вот так вот, я даже не засекла время, потому что вначале у нас было немножко сложновато, она останавливалась. Ну, 20 минут, ну, 10 евро. Фео понравилось, в конце концов, потому что у нас получилось. Мы потом хотели зарезервировать еще на следующий день, но, к сожалению, места уже не было, поскольку сейчас каникулы. И было немножко сложновато с этим. Ну, ладно, в другой день как-нибудь еще попробуем. Также есть вот такие лошади, уже скаковые, потому что это конный клуб. Здесь очень много лошадей разводят для детей и для маленьких. Вот такой клуб рядом с нами. И это наша деревня, где мы живем. Я хочу вам показать вид нашей деревни. Мы живем возле реки. Река, которая протекает мимо нашей деревни, называется Львен. И иногда этот пляж, Бенят, можно сказать, находится также в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Иногда мы сюда приходим погулять. Вот, посмотрите, мы пришли. К Фео пришел друг его. Мы пришли здесь практически, ну, никого нет. Мы были одни, здесь мало кто приходит. Летом, правда, здесь очень много народу и здесь купаются, потому что это такая зона, где можно купаться, отдыхать, делать пикник. Ну, это очень красивое такое место. И напротив видно наш беляж. Деревня 19 века. Летом здесь очень часто, каждое лето здесь проводятся гангет, праздники у реки. В прошлом году не проводили. И из-за эпидемии в этом году тоже, наверное, не будет проводиться. Напротив, ну, конечно, очень красивые виды открываются с этим водопадом. И на этой реке также есть, летом плавают кяноэ, такие лодки, которые называются каноэ. На русском вроде бы каноэ называется. И в Монтини у нас также есть клуб, где можно прокатиться на такой лодке до следующей деревни. Потом приезжает машина, забирает эти лодки и опять отвозит их в клуб. И вот такие постоянно прогулки совершаются на этих лодках. Вот, как видите, мы одни в этом большом парке. Парке, ну, парке, не знаю, как его назвать. Дети спокойно играют. И сейчас мы уже будем возвращаться домой. Сейчас я вам хочу также показать, как мы прогуливались. Мы уже начинаем наш сезон лодки. У нас есть лодка, поскольку мы живем возле реки, поэтому у нас есть своя лодка, на которой мы катаемся иногда, завершаем наши прогулки. Ну, зимой мы, конечно, на ней не катаемся. Вот, начинается, в принципе, сезон, начинается тепло. И мальчишки решили прокатиться на лодке. Они этого очень ждали, очень просили. И в этом сезоне их первая прогулка на лодке. И все, поплыли. Ну, вот такое было небольшое видео, просто чтобы вам рассказать, как мы проводим время. Надеюсь, что нас вскоре все-таки откроют. У меня появится возможность поснимать еще несколько интересных видео. Ну, а пока здесь я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели, смотрите мой канал. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. С вами была Ирина. Всем пока, до новых встреч. Увидимся в моих следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok